В Бендерах презентовали новую книгу о бендерской трагедии. Она называется «Эхо 92-го». В ней рассказы, очерки, воспоминания очевидцев войны. Впервые опубликованы и более 70 снимков Виктора Вениченко. Новый фотоальбом назвали «Гроза над Днестром». Инна листает страницы нового сборника «Эхо 92-го». Книгу только что привезли из типографии. Среди нескольких десятков очерков есть и ее рассказ. В 92-м она работала в библиотеке и растила троих детей. Когда началась война, поехала в Тирасполь помогать выхаживать раненых в госпитале. Не хватало рук тогда. Не хватало. Это всего неделя войны прошла, а очень много ребят было уже раненых. Я для себя, я даже не знаю, так решила, что я нужна там. И я осталась. И я вот месяц была в Лечь-городке. Это мои ребята были, за которых я выхаживала, которым я помогала, кормила, в перевязках участвовала. Потому что все-все это было в палате прямо. Материалы для этого двухтомника сотрудники городской библиотеки собирали больше года. Накануне 30-летия биндерской трагедии прошла презентация книги. В сборнике проза, публицистика, поэзия и воспоминания. Николай Костишин в 90-е работал на приборе.